всем привет с вами фотогир и я виктор брусков и в этом видео я расскажу вам в каких случаях можно а главное нужно применять поляризационный фильтр или по простому полярик потому что многие не знают зачем он нужен а у этого фильтра есть вполне конкретные сферы применения так что устраивайтесь поудобнее сейчас я расскажу вам про все случаи когда нужно использовать поляризационный фильтр у меня в руках циркулярный поляризационный фильтр от компании цейс с диаметром резьбы 67 миллиметров то есть он подойдет к тем объективам у которых резьба как раз 67 миллиметров например сейчас я записываю себя на там рон 28 75 миллиметров с диафрагмы f2 и 8 второй версии и у него как раз резьба под светофильтр 67 миллиметров и это первое на что нужно обратить внимание при выборе циркулярного поляризационного фильтра этот фильтр называется циркулярным потому что как только мы установили его на объектив его можно также и вращать тем самым изменяя степень поляризации и первый сценарий при котором можно использовать поляризационный фильтр это пейзажной фотографии когда мы хотим усилить эффект небо как только мы навелись на небо и вращаем наш поляризационный фильтр, мы видим, что небо становится контрастнее. Само небо становится темнее, а облака более ярко очерченными. Таким образом мы достигаем более выразительного неба в нашей сцене. И мы видим, что поляризационный фильтр работает так же, как и солнцезащитные очки. И как только мы его убираем, то небо становится менее контрастным и менее выразительным. Следующий сценарий применения поляризационного фильтра – это когда нам нужно убрать какие-либо блики, будь то блики на воде на зданиях на стеклах витринах и так далее то есть это не только инструмент для того чтобы получить более выразительные пейзажи но также и для того чтобы бороться с бликами и как только мы направляем камеру на водную поверхность мы видим что у нас происходит переотражение и поляризационный фильтр очень успешно их подавляет таким образом мы видим то что находится на дне воды они только блики и переотражения и это также классное средство для пейзажной фотографии в случае если мы снимаем какие-нибудь пейзажи с присутствием воды и хотим избежать бликов и переотражений вот за это мне нравится полярик в отличие от какого-нибудь защитного фильтра потому что он оказывает реальное действие на картинку потому что убрать переотражение в пост обработке я не могу я могу усилить контраст изменить яркость но не убрать отражение а при помощи полярика могу также один из сценариев применения полярика в случае если вы любите снимать через витрины например фотосессии допустим девушка сидит за стеклом пьет кофе и вот чтобы переотражение нам не мешали можно использовать поляризационный фильтр который эффективно убирает эти отражения для этого просто крутим наш циркулярный поляризационный фильтр и уменьшаем количество бликов которые отражаются нашем окне или витрине и еще один сценарий съемки при котором можно и нужно использовать полярик это съемка автомобилей потому что автомобиль это одна сплошная обликующая поверхность и чтобы нейтрализовать блики на автомобиле как раз и используется полярик в том числе его используют для студийной съемки автомобилей чтобы было видно внутри салон также чтобы изменять отражение студийного света автомобиля и подгонять картинку уже с правильным светотеневым рисунком теперь вы знаете в каких случаях нужно применять поляризационный фильтр и есть еще одна рекомендация в случае если не используете полярик по прямому назначению то лучше снимите его потому что если вы снимаете в помещении и не пытаетесь убрать какие-либо блики то никакого смысла полярики нет он просто съест у вас экспозицию то есть вам придется поднимать и со либо удлинять выдержку либо открывать диафрагму поэтому если не используете полярик смело снимайте его также не забудьте подписаться на канал поставить лайк этому видео и если у вас остались какие-либо вопросы смело задавайте их комментариях я с удовольствием на них отвечу и всего вам доброго